Супер, Димка. И небо почти не видно. У нас вместо патронов шарики. Мне нравится в Моне эта стабильность. Она всегда вредничает. Я смотрю даже так, да. Что-что? Ну что-то, да, да, сделай. Но вот повредничать вот. Да, вот я вижу. А ты хотела меня язву убрать. Это не убирается, это основа. Поняла? Там такие постоянно прятались. Там такие, как это, корабли летали. Тут нужно было прятаться. Алло. Они реально такие, как вот. Они не как наши, они на каком-то другом что-то. Я не вижу никаких двигателей, они как вот. Почему-то интересные технологии. Это магнитные подушки. Прикольно. Они от магнитного поля Земли. Ой, на Земле этой планеты отражались и летали. Больше технически. Хотя там и какие-то, я смотрю, как, знаешь, волны такие. Вот если стрелять, например, в этот корабль, от него прям бух отходит все. Только тут волны такие. Пока тоже не поняла. А, ну в другой мир ушел, да? Какой-то. 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 то, что летало. Я смотрю, вы постоянно к нему подключались, и вас как это получали удовольствие, но вот так вот трясло. Странно. Ну да, мы же спали по отдельности. Кто спит, кто не спит. Не было возможности больше удовольствия получать. Им все так спали, я так понимаю, да? Вот такой формы это было. Если с ней засмотреть, вот как ромбики с такими удлиненными. Сечение, если только да. Сечение, смотри, да, похоже. Что за планета? Извращенца. Нужно схватиться за кабель, чтобы получить удовольствие. Попитка, да. Все как брали, так я смотрю. Может, смешанная что-то. Но я смотрю, плазмы летают. Техническая, или очень даже техническая, по-моему. Ну, если продвинутая техника, это уже на уровне магии. Ну, поменьше плотность, чем у нас сейчас здесь. Я бы сказал, она жидкая какая-то. Я каркас такой, знаешь, такой плотный. И все. 36, Илья. 36. Ну, мне кажется, надо весь тур пройти, да? Каждый тур. Каждый тур. Что такие фиксики? Полки не сиделось нам спокойно. И вот честно не смотрел. Может, видел, но не понимал, кто это. Фиксик, да, я тоже слышал. Что такие фиксики? Большой-большой секрет. Там такие поют. А-а-а. А-а-а. Я вижу очень хорошо эту плазму, так она. Хороший технический прогресс – это, наверное, на уровне магии. Потому что плазма – это уже как вот шарик такой магический. Там сверху была война. Под землю опускались, как ходы какие-то прорыты. А-а-а. Перемещались под землей. Под землей все. Как скафандры огромные. Да. Это тоже скафандры лежат. Да. И постоянно из-под земли вылазили. Их нужно было заряжать. Именно скафандры заряжать нужно было. Как батареи такие встроенные в эти скафандры. То есть не человек там управлял, что, скажем так, шел. А их заряжать нужно было. Как же скелеты, получается. Да, как скелеты, которые были как, ну, машина, не машина. Вот что там. В чем можно было передвигаться, жить. Сверху все разрушено было. Летали эти дроны какие-то. Они мне как дроны, они идут. Я не вижу, чтобы там какие-то существа. Что-то похожее на слезняков. Летало там сверху. И я нарисовала вид снизу. Это если смотришь, как дрон. А если сверху, вот такой формы обтекаемые. Там внутри как что-то маленькое, как слезняк какой-то сидел. Они тоже стреляли шарам. И только такие шары плюх. И разъедало полностью все. Если падала, скажем, слизь такая, которая разъедала. Если падала на условно, ну, вот, человек. Я буду говорить на человека, на робота, на кого. Она плюх и разъедала это. И как перегорало полностью. А без этого скафандра наверху быть было невозможно. Нужно было спускаться вниз. Да и внизу практически все время были в этих. Подзаряжались от этих кабелей. Можно было воровать энергию. Брать, воровать. Не знаю почему. И были места, где можно было подключаться. А было как... Это было опасно. Но заряжать костюм этот нужно было. Не для того, чтобы самим есть. А вот эту машину. Как машина одета на тело, скажем так. И небо практически не было. Оно было разрушено полностью. То есть там не было облаков солнца или чего-то. Оно было как сумерки постоянно, как выжженное. Вся атмосфера сожженная была. Как апокалипсис. Какой-то апокалиптический мир. Было очень много компьютеров между собой, как соединенные подземные вот эти центры. Были между собой соединенные вот эти жгуты проводов, которые шли. Они соединяли не сверху. Были спутники, как у нас вот сейчас, что связь компьютерная идет по беспроводным, по спутникам. А именно кабели шли, и именно по проводам были спутники между какими-то базами. Какое-то побережье одно. Я не совсем сейчас понимаю. По-моему, какое-то очень-очень соленое море, которое было отравлено, как серная кислота там побережье какое-то сверху было туда. И вот возле побережья там несколько этих баз было. Почему-то люди перемещались. Люди, ну вот я говорю люди, перемещались вдоль, как под землей вот эти туннели были проложены по этим туннелям. Кое-где были завалены эти туннели. Можно было разбрасывать. Но в костюме было достаточно мощности, чтобы можно было поднимать какие-то большие грузы. Просто можно было разрыть и пройти вот туда, вот куда там шли. Постоянно как наверх перемещались только для ведения боевых действий. Наверх, если нужно было выйти, если не было какого-то между собой расстояния, которое было соединено туннелем, тогда передвигались наверху, на поверхности. Но это было опасно, потому что эти дроны постоянно засекали. Я говорю дроны, я не знаю, как это называлось. Они, леталки, они засекали и они стреляли вот этим. И как-то странно, если упадешь на спину, самому подняться как пингвину было трудно. Нужно было, чтобы кто-то помог подняться. Такое впечатление, что эти люди, условно, вот эти роботы, вот эти машины были большие, ну, больше там, чем два метра. А внутри тело человеческое было, ну, не такое большое, скажем так. Да, много пустого места было. Даже меньше, чем человеческое, наверное. Ну, не суть. Были, да, ими тоже можно было управлять. Можно было, потому что без, скажем так, без тонких невозможно было что-то там починить. Наверху нужно было что-то восстанавливать. Кое-где эти, как провода, вот эти вот трассы, да, проводов, они как поверху проходили. И тогда их разъедало, их нужно было соединять между собой. Иногда, когда пропадало какое-то питание, вот туда спускались, они вот так как раз, раз, вот эти трубы вверх, вниз шли. Не трубы, жгуты какие-то. А что там сверху в этих тронах летало? Я это вижу вообще, как слезники какие-то, непонятно. Как медузы, слушай. Ну, вряд ли это были медузы, это, наверное, восприятие какое-то такое просто. Не знаю, как правильно его описать. Что-то бесхребетное, скажем так. Ну, да. Это тоже такое. Я вообще людей тоже вижу, только вот очень такие жидкие. Тело было спрятано вот в этом каркасе, правильно? Тут и тело что-то поддерживало, чтобы она не расплылась. Чинить нужно было эти трассы, да, постоянно. Вот сюда и крепились эти манипуляторы. Руки были, и вот сюда в приплечье, как манипуляторы эти тонкие, таки тоньше, чем руки, скажем так. То есть можно было тем или тем пользоваться? Это было не война, как одного государства с другим. Это было именно вторжение. Да, кто-то с космоса. Это было вторжение. Один большой корабль, да? Треугольный. Один большой и куча маленьких, которые летали от него. Вот эти вот, ну, условно леталки, условно дроны. Да. Один треугольный просто огромный, как треугольник огромный висел. Ну, если снизу, да, если снизу смотреть, он как плоский, такой железный, одноцветный был. Его просто было видно, как он низко висел, и его со всех сторон было видно. Это не то, что вот вышел на солнышко, как солнышко, его со всей земли, в принципе, видно. И этот корабль, он огромный был, он где-то висел так, что достать его было. Он огромный просто очень был, как. Какими-то шариками, да, как плазма. Ну, вот как. Не знаю, как это. Почти проиграли. Это уже был перелом сопротивления, уже. Уже война была проиграна. Да, уже война была проиграна, это только добивали уже. Зачищали территорию. Так уже оттиснены были на какие-то, вот знаешь, ну, на края какие-то. Да. Там уже территория была захваченная, а там вот это отравленное море какое-то. Почему оно мне идет, как отравленное? То есть туда нельзя было, оно как воняло чем-то. Мертвое. Там дело в том, что какая-то, как электростанция, если можно сказать, что эта электростанция, она тоже где-то под землей была. Сверху ее бы давно разбомбили, наверное. Я вижу, что как что-то огромное такое в шахте вот дрожит. Вот оттуда шла вся энергия. Кобели оттуда расходились в разные стороны. Как привидения вылетали из той машины. Что-то действительно тело какое-то странное. Поэтому, наверное, и количество конечностей сверху не два, а, допустим, четыре или шесть сверху было. Что это не совсем человеческие даже тела были. Как основу брали не человеческое, а что-то другое. Четыре. Четыре. Да, прилетели как медузки. Тесно. Для себя они его переделали. Это они для нас испортили, а для себя просто переделали. И уже они какой-то порошок распыляли. Это они для нас испортили, а для себя. Продолжение следует... А в мире. respect. У нас в горах. У нас в мире. В мире. Аґа эскала. А dice нам на выру. У нас не только. А если у нас помнишься. У нас в смех. У нас пилов фрагмент. У нас. У нас в мире. Верхняя часть тела еще была более развита, чем нижняя. Цивилизация, которая когда-то давно жила в море, а потом с развитием выползла на сушу и стала развиваться на сушу. Достаточно разумные, очень разумные. Там что-то было связано, я уже последние кадры вижу, какие-то конечные кадры. Я вижу этот шуфр огромный, где я говорю, электростанция какая-то, которая еще была под нашим контролем или под нашей защитой, от которой мы все заряжались. Я вижу, как открывается такая огромная шахта, почему-то она как круглая, несколько метров, не знаю, 8 или 10 метров. Она вот так эта железная раздвигается внутрь, уезжает. И такой огромный луч света, как полностью все гаснет там, где у нас еще были базы. И луч такой огромный туда в этот здоровый треугольник лупит. В корабле этот здоровый. Не знаю пока. Но взорвали или, во всяком случае, электростанция, это точно взорвалась после этого? Она себя как исчерпала полностью. Все базы, все полностью погибло. Ну, не было больше, чем подпитываться. Огромный, даже не луч, это столб света. Он несколько, я не знаю, ну блин. Да, огромный, просто очень огромный. И толстый такой круглый, сноб света, и прям туда. Свет такой бело-желтый какой-то. Не голубой там, не лазер, а белый. Белый, да, и чуть-чуть, может, ну, бело-желтый я вижу. Чуть-чуть, ну, не такой желтый, как лимон, а вот такой. И туда как шурухнуло, и там обшивка проплавилась и начала гореть. Какие-то встроенные аккумуляторы были в эти тела, скажем так, в эти, ну, в эти скафандры, или как это сказать. Ну, их не было слишком много, но были встроенные, что можно было, как, знаешь, один блок вытащить вот откуда-то, а и другой поставить. Их так, несколько штук было, как такие вот, такой формы какой-то. Спасибо. 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 Они готовили это море не для себя, чтобы жить. Они просто пожиратели всего были. Те, которые прилетали, они были пожиратели. Они бы там не жили, они полностью всю, ну, уничтожали. Потому что я, когда пытаюсь понять, кто это такие прилетели, вот идет ответ – пожиратели. Они просто съедали все. Как, знаешь, как, вот, как, как дом многоквартирный, там, там, там гасится свет, такие они после их пути, как всюду, газ свет. Планета становилась полностью непригодной для жизни, но они что-то из этой планеты забирали себе. Она мертвая и оставалась полностью. И там, где была территория, я говорю, захвачена, она была очищена уже от людей. Мы сопротивлялись, мы не давали им что-то выкачать полностью. Мы не просто свое существование какое-то оттягивали, чтобы дольше пробыть. Мы их, как, знаешь, вот, оттягивали им что-то нужно было, как вытянуть из этой планеты. Не знаю. Димчик, так видишь, как я говорю, или как-то не так? Да. Я какие-то зеркала видел, у меня какой-то холод прям, как сгузки находит, дрожать начинает чуть-чуть. Я пытался вытапить. У-у-у. Да. Это тоже было. Это тоже было. Почему холод? Везде. Где вы, походу, да? Димка, что ты за нами бегал? Вот как хвостик реально. Скучно, наверное, было. Это хорошо. Отпраздновал. Идеально. На поминках. Все равно все умрем. Давай. Давай. Ну, как пространство создавали, и можно было через зеркала силу брать. Да, я вижу, их можно было создавать. Просто создаешь туда и как отдельные карманы. Ну, я просто стою, смотрю вот в зеркало. Еще так как-то. Просто вот раз и все. Смотрю туда, вот. И оно даже как-то, знаешь, могло двигаться отдельно от тебя. То есть у тебя обычно так лицо, а оно раз по-другому начинает двигаться. Отделяться. Что за холод? Это как энергия приходила на холод похожа. Или хватило? Что-то прям такой холод такой, раз и... Что-то растут было. В росту энергии. Я смотрю, как портальчики такие сверху. Так что раз, и он скачивает. Я вижу, как высасывали. Знаешь, вот под сверху раз, и вот так... У меня идет, идет, идет шланг, и обрывается картинка. То есть, то нету, то есть, то нету. Знаешь, как вот двадцать пятый кадр идет тут. То есть, стоят люди, то нету. Стоят, нету. То есть, там болезни какие-то были. Я смотрю, лица все во лудрях таких. Может быть, ну, все прям в этих, в таких вот шарах. В макияже. Просто макияж, ничего себе. Это защита какая-то, чтобы мы могли спрятаться. Я почему-то вижу пузатого бога от этого пузатенького. То есть, на троне сидит металлический. Я вижу, он что-то перепрограммировал, и в руках какие-то два шарика катал постоянно. Вот если он что-то соединял, что-то происходило. А если они разомкнуты, то ничего не было. Он так вот делал, он так соединит. Он что-то так вот... Какие-то искры начинали идти, и он прям куда-то прям проникал и что-то делал. Прикольно. Там одежда похожа на бомжатские тряпки. Тряпки висят. Знаешь, как говорится, что шторы повесил на себя старые. Настоящего... Как очень такие были. Как из хлопка какого-то. Ну, материал похож очень. Вы там летали, да, в каком-то шарике, я смотрю? Тут шарики прямо. Что-то шу-шу-шу-шу-шу-шу и полетели. По отдельности. Но Мона как рядом. Она вот как твой шарик. И она как... Она как в твой шарик чуть-чуть входит, и вот рядышком как-то раз и полетели. Ну... А... Он обратно куда-то скользнул. Я... Я поняла, о чем он... И он улетел не туда. Хотя можешь найти, хотя можешь найти обоих. Зеркало состоялось, если смотреть его в разрезе, оно как переходные плотности, чтобы сразу не разорвало тебя или что-то не было таких сильных изменений, оно помогало прийти. Да, и такой раз, и ты там... Там, я смотрю, это текущая планета. Да, текет все как-то, плавает, но плавает по-другому. Да, как-то вот сознание плавает, реально, какой раз растекается, ты можешь переливаться. Нет, не все. Ты должен какого-то достичь энергии набрать, или есть что-то такое, набраться, и тогда ты можешь летать. Да, вот так раз, и поднимается прям вот так, раз, как в лифте. Реально, как плазма вокруг человека становится, только шар образуется. Да. Который позволял это делать, и все. Состоять, стоять на уровне плотности с земли, то он находился слева чуть-чуть и справа, но посередине не было, вот какая-то вот там и там вот. Берешь ее так себе, хоп, надеваешь, и все, и полетел. Я высоко привел, я не летал. Я не стоял такой, дальше чем-то, блин, я вернулся. Типа летаю, взлетаю, хрен с вами. Там какие-то искусственные штуки были, как механизмы, они тоже позволяли перемещаться. Такая, как юбка, только вот на уровне груди, и она по кругу вся была. Раз, вот, тоже можно было. Прикольно. Она создавала такую, как вибрацию. Странно, это как защита была, она отрезала пространство, как он круг себя все лишнее отрезал. Интересно даже сделать здесь. Продолжение следует... Вижу на каждом воспоминании у меня как... Что? Зажимчик такой ставит, и сверху край мышек какой-то. Как печать такая, печатка такая. Да, вот как кольцо с печаткой сверху. Там ним таким. Как держат, нажимают. Как держат, нажимают. Л Bothа. Там там. Ихлики. Ихлики. Вовольфу. Товарищи. Это невозможно. Ахлодина. Там. 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 Продолжение следует... Прокалывает, прокалывает, я смотрю... Продолжение следует... 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 Я буду пытаться пробить Я, конечно, прошу прощения, ребята Это же не его канал, что он там все подтирает, ты понимаешь, сволочь? А на чужих каналах нужно его и громить, козла Потому что где у него эти ответы? Он же ложью занимается, а не на самом деле Да, я его вижу Реально, реально вижу, с бородой какой-то он такой мутный весь Это тот, который тебе доставал всякой фигни Сволочь Как они все вскрываются, ты понимаешь? Какое же время, какое-то время они же вякали Как поддержка, команда Ну, ты видел, Димка, как они типа символ переделали? Жопу на переделали, да? Да, да, да Тебе тоже так показалось Как портальчик взял? Через который они типа, наверное, здесь сливали Да, они сделали портальчик Ну, вот смотри, что я с этой людьей сделал Как ты ее видишь теперь? Под зонтиком, под каким-то сволочь сидит Чем это ты ее накрыл? Нет, я ее не накрывал Это моя энергия Она мою энергию брала и закрывалась Я это увидел конкретно Что на моей энергии еще брала, сделала что-то Да, поэтому очень часто даже незаметно было Я это чувствовала Я всегда говорила с самого начала Как только с Викой распалась А девочек наших админов предупредила Когда-то говорила с ними Что за этими двумя красавицами Которые типа ушли Классный глаз и не доверять Потому что я им не верю Я об этом говорила Предавший раз предаст множество Неважно Тогда они Вику предали Но это предательство Им ничего не стоит предать в следующий раз Человек, который с легкостью предает Он так и будет дальше делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да Бывает просто не подвернулся еще пока Есть второй шанс Предать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Скорее всего! Сеансы! И там обсирая тебя Обсирая все это Они клиентов находят Но когда ты там зашел Когда зашел туда Он просто обосрался И удалил все Чтобы совсем не лохануться Понимаешь? Поэтому все с ним ясно То есть видишь Ничего ответить не смог даже Ты знаешь Я Буэновича так троллил Заходил к нему на канал На ютюбе И писал Буэнович мацон И Буэнович сразу же Короче У него сильно подгорало И он начинал заученную речь писать Там Заученную фразу О том что Да я никакой не мацон Я просто знаю мацонов У меня друзья Просто миллионеры Там какие-то там Известные личности Я не мацон Я просто знаю мацонов И всегда И всегда одно и то же писал Всегда То есть на каком-то Телеграм-канале Его тоже вот То же самое написал И тоже Тот же ответ Просто заученный ответ Как роботом Нет Дима Какашка еще Да Да Тот же ответ Я вижу это как тюбик, такой набитый тюбик. Да, они же типа регрессивным гипнозом не пытаются отвлечь, ну скажем так, от меня людей забрать, вот именно какую-то мою целевую аудиторию. Вот это для них бабки, а вообще им надо, да. Помнишь такой был этот Александр, как его, не, канал запрещенных технологий, или как его было это? Тоже такой странный был. Они есть где-то, может уже ему надоело, а может еще где-то брызжет. Где-то брызжет. Знаешь, есть люди такие, ну вот скажем, как Валера тот же крымский. Раз, тякнул. Два, тякнул и замолчал. Да, да. Да, и абсолютно бред. Ну а у этих вот идея фиксии, им нужно вот именно, как Вика, не перестает. Прокачивается этим. Знаешь, вот всегда, я вот вспоминаю, всегда есть в любом общественном транспорте вот такая бабка-вампирша, которая заходит и на ровном месте какой-то скандал начинает делать, понимаешь? Вот всегда вот так. Прицепится, Люба, к чему? Не там сидишь, наушники в ушах, непонятно к чему. И вот она сама себя бах-бах-бах-бах-бах, понимаешь, пока всех заведет. Вот это из такого. Там механизм какой-то такой оставит. Крутится, и он как перерабатывает энергию, все выдает. Вампиризм обычный там, Димка. Там самый натуральный бытовой вампиризм. Они пытаются вот провампирить кого-то, вывести на взаимодействие, а потом все люди, целая толпа сидит, и всем плохо от этого. А она довольная, веселая встала, и пошла эта бабка. И Вика так работает. Она прокачивается за счет всех, которые ее смотрят. И пошла к своему ибрейчику. А люди сидят и карму получают, потому что начинают... Да. Начинают получ... Начинают отгребать от Вселенной. Не от нас, а от Вселенной. За то, что на разрушение выходят. И тогда пишут, вау, только вас посмотрела, послала что-то плохое там Илье и Моне, и они как начали меня уничтожать. Да просто дуре прилетела карма. Карма, вот и все, да. Конечно. Но на всяких дур, которые там что-то сидят и фантазируют, мы-то не смотрим. Да, патики. А этот Сережа как восстанавливается. Сейчас еще раз, его нужно. Смотри. Да, Димка, молодец. Что-то следы сделал тоже. Смотри, как классно. Крутится, как волчок на месте. Молодец. Молодец. Да. А теперь этого Сережу, Дима. Это у тебя подцепил, да? Отлично. Это у тебя подцепил. 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 я я молчу я я молчу даже там нет такого прям укусить что-то такое она вообще самая лучшая ну это просто как извини если сравнить ну как фенёк да примерно так примерно так примерно так она тебе на ушко спросит что-то там и говорит чтобы не послушивали что-то там в этой не очень занят посмотри пожалуйста как у или копчик выглядит почему красавица мне говорит что у него вырос хвост как плавник хвост не хвост а шип такой торчит вот вот копчик если смотрит да и вот так прям резко торчит такой чик шип такой я бы сказал так маленький такой может сантиметра 7 8 до из такой наш как или оттянули и выйдешь или сломали на 90 градусов это кто-то подключиться мечтает именно к этому месту как знаешь вывел для себя портик на этом приезд приставка какая-то не сам куточка это пристав до но тем не менее вот как вы объясните что сегодня вот такая ситуация жительница что-то дали гостка Людмила Григорьевна она называлась пишет на ком основании например скорая которую вызывают больному с передниками ОРВИ с температурой может быть и так далее сразу уводят ковидный госпиталь не дожидаясь ПЦР тестов ну и других обследований то есть вот она приводит пример что у нее мама уже пожилого возраста и она говорит я просто подписала что не даю ее ковидный госпиталь хотя потом приходят тесты ну отрицательные то есть нет у нее не подтвердился ковид а тем не менее ее готовы было увезти и она вполне справедливо говорит что я бы ее подвергла опасности дробизиться ковидом ну внутри госпиталь к сожалению из-за количества заболевших здесь работают законы военного времени и законы сортировки то есть получается включаются простейшие алгоритмы для того чтобы охватить наибольшее количество людей то есть люди с внебольничными пневмониями с признаками ОРЗ и прочее в эпоху пандемии должны рассматриваться прежде всего как потенциально опасные инфекционные больные там клеммы какие-то да клеммы какие-то цепляют ну я вижу этого мужчину я вижу этого мужчину общественного как и и как к Илья, это Россия, и этого мужчины я